Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о ремнях вариатора. Собственно говоря, у меня на верстаке лежат четыре ремня, из них один гейтс обыкновенный, то есть он не усиленный, как его многие любят говорят. Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о ремнях вариатора на квадрик BRP 650, 570, 800, в принципе без разницы, ремни все практически стандартные, идеальные. У нас, значит, стоит гейтс, севитек на BRP 360 и 364 а-ля усиленный. Собственно говоря, гейтс у меня обыкновенный, без каких-то либо усиленных нитей. На самом деле в нем ничего усиленного по-хорошему нет, то есть так, обыкновенный состав резины, лишь только вот эта нить, но больше в нем ничего усиленного нет, как это любят говорить, усилен. Вот. Собственно, сегодня у нас речь пойдет о ремнях, да? И почему севитечный ремень нужно использовать именно севитечный? Итак, погнали, ребята. У нас что? Ремень новый. То есть у нас составляет 32. То, что я люблю как раз электронные штанги, потому что он показывает сотки. Дальше пошел севитечный у нас ремень. 32. 360. Он у меня чуть-чуть б.у. Прям буквально, наверное, 100 км я на нем поездил. 32. Ну, вы сами видите по размеру. Соответственно, 360 я на нем сейчас катал. Катаю, в принципе, 364. Катаю. Ну, видите, буквально чуть-чуть стерся. 32,3. А теперь давайте пойдем по нижней части, то есть по конусу. Буду за нижней, внизу браться. Ну, 27,36. 27,36. Ну, 27. Это 364-й. Это 360-й. Ну, вот, по нижнему зубу прям беру. 360-й. Вот, сколько он здесь на конус сходит, поэтому тяжело замерить. Идем дальше. Не буду терять время на это. Севитек. 28. Ну, примерно вот так вот. 27. Ну, 28, если пройдем, возьмем лаконавинный штангель. И гейтс. Ну, тоже 27. Собственно, вот теперь давайте перейдем к длине. Я убираю штангель. Будем сравнивать его с 360-м. Гейтс с 360-м, то есть по длине. Почему у нас гейтс долго не ходит? В принципе, ширина, как с вами замерили, практически идентичная. Очень хреновый, конечно, размер, но... Скажу так, примерно они вровень. Но литры не переваривают гейтсы. Они разрушаются. Шот-песятки. Восемьсотки еще как-то ходят, но... Литры не переваривают их. И, в принципе, когда катку очень хорошо использовать. Вот. Но, кстати, многие катаются на гепардах на них. И они у них ходят... Ну, видимо, хватает. То есть не перегревает ремни. А литры, видать, слишком дурят дохерища. Они начинают их греть. Вот. Опять, ребята, это все мое собственное косвенное состояние. Сравнение такое идет. Ну, а, дальше давайте пойдем. Был 360-й, 360-й, 360-й. С гейтсом сравниваем. Я примерно поставил одну плоскость. Ну, подлинение, честно говоря, практически идентичное. Поэтому и ходит и то, и то. А вот теперь возьмем 364-й. И сравним его с CVTEC. С CVTEC номер 2185C. Ну, якобы усиленный C-кербан. Берем 364-й. И сравниваем CVTEC. Мы понимаем длина, почему ногая у нас, да? Поэтому, ребята, когда ставят на CVTEC вариаторы ремней не CVTEC, у вас будет проскальзывать ремень, у вас будет перегреваться вариатор и все остальные последствия. Поэтому, если, в принципе, у вас бахнул CVTEC ремень, можете использовать это в режиме, называется, мега щадящим. Попытки просто, попытки доехать до дома. Но, не более того, понимаете, некоторые ставят ремни на CVTEC гейтс, особенно, ребята, которые касаются РМ, не используйте ремни гейтс, да и, в принципе, берпишные ремни, которые не подходят по длине между осями. Иначе у вас будет проблема под названиями сплавленные груза и все-все-все остальное такое подобное. Поэтому, ребята, ну, делайте выводы, все-таки не просто так производитель CVTEC использует ремни своего производства. Кстати, они по качеству, по отзывам людей, кто пользуется CVTEC, они достаточно хорошие, даже лучше, чем бирпишные. Вот. Ну, отзывы по CVTEC у меня, на самом деле, не очень большие. Я на нем, на самом деле, еще вот только-только вот начал. Начал, ребята, расскажу об этом, все в процессе. У меня есть видео, как я это ставил. Впоследствии, если будет интересно, я вам расскажу и поделюсь своим мнением. Всем пока, ребята, надеюсь, вам помогло. Можно ли использовать CVTEC-ный ремень и бирпишный ремень? Ну, вот, пожалуйста, например, давайте 364-й возьмем. Суть какая, вот он, CVTEC-ный ремень. Я максимально приблизил. Вот так вот получается у нас настолько CVTEC-ный, короче, бирпишного. Просто тупо докатить до дома пойдет, но на нем кататься не рекомендуется все-таки, в моем понимании. Если у кого-то другое мнение, можете сказать об этом. Ребята, заполнение решил, короче, я еще по ремням добавить. Знаете, что, и мне еще какой-то момент. Вот, возможно, этот ремень CVTEC-ный ремень, но я его абсолютно не хвалю. Я просто ощущение свое, мне как бы фиолетово на самом деле. Он дорогущий, падла. Ну, вот. Его, когда берешь, он почему-то так вот, блядь, сука, мягкий. Вот этот, как бы, жесткий. Возможно, он просто уже, как бы, все-таки я на нем катал. Где-то, судя по цвету, который есть, сами видите, может быть, он чуть-чуть дубеет начинает. Ну, как резина дубеет, когда... Вот этот вообще гейс, блядь, дубовый, как тварь. Вот этот, как бы, ну, он, блядь, свежий, фактически. То есть я на нем, вот, как бы, если посмотреть, там сотку проехал, наверное. Максимум 150, наверное, и все. Вот такой запасной у меня лежит. Гейс прям вот жесткий-жесткий прям. Вопрос, будет ли он точить щеки на варике. Очень что-то, мне кажется, весьма велика. Да, если особенно они, вот эти нити горбоновые, которые, как здесь, есть подозрение, что будет. Поэтому, как-то, не знаю, не знаю. Ну, каждое дело для себя сам вывод. Потому что, блин, вот эта хрень, гейс, стоит, ну, там, 5000 рублей, там, 5,5, да. Да, у многих, как бы, ходят, они довольны ими. Вот, ну, вот эта стоит 10-12. Ну, и 3,6 там, десятку, примерно. 3,6, 4 стоит, там, в районе пятнашки, наверное, сейчас. Ну, если ведь так, в районе пятнашки. Блин, он, собака такой вот прям мягкий, резиновый. Такой вот этот, то бы, тоже. А этот, ему похер, он, наверное, вот стоит такой колом, блядь. Блядь, и этот мягкий. Ну, ребят, все показал, что как есть, вот, собственно говоря, и все. Пользуйтесь, ставьте лайки, не забывайте.